Моя мама была четыре раза замужем, если у вас есть время, я расскажу. Она вышла замуж, с мужем лягла сплачет в платье ночью. Говорит, я так стеснялась, я в 18 лет поцеловалась первый раз, пришла домой и плакала. Лягла с мужем в платье, говорит, спать. Мужа, говорит, на утро забирают в том платье в армию. Ой, не в платье, а... Не в платье, мужа забрали в армию на следующий день. Она говорит, у нас даже не было брачной ночи, это мама рассказывала. Говорит, вот так, мужа забрали в армию. И тут, значит, а мой отец, он родился вообще в Грузии, в армянском селе. У меня армянское имя, Самвел. И, значит, отец приехал из Грузии строить школы, ну, подсобник. А в село к нам привезли, мы в селе жили, в село привезли золотой теленок. Это фильм у нас такой советский был, фильм. Мама пошла в клуб, она развелась с мужем, мужа забрали в армию. Они по письмам поссорились. Вам там успевают переводить? Может, вы не успеваете? Я все понимаю. Конечно. Отец тоже пришел в это село, в этот клуб. И мама с ним там познакомилась. И, значит, он ее стал проводить домой. А пацаны местные взяли, его побили, этого пацана, ну, отца моего. Побили. И мама пожалела, значит, это самое, взяла рубашку в крови и пошла стирать домой. И вот так она стирала рубашку, он на следующий день пришел за рубашкой. Мамины родители его начали накормили, напоили. В общем, он стал приходить, приходить, и мама уехала с ним в Грузию. У армян есть такой тендыр, называется. Они там вот эти лепешки пекут лаваш. И вот это она, говорит, я как увидела, они вот туда моги, говорит, повсовывали в этот тендыр и сидят, греют. Говорит, а я так перепугалась, говорит, а я в капроновых колготках, говорит, они мои колготки щупают. Говорит, не видели никогда колготки капроны. Я как узнала, говорит, что у него 18 братьев. Говорит, уже некуда деваться, женилась, вышла замуж. А потом еще с одним она сошлась, 11 лет прожила. Царство ему небесное, в общем, дурак был редкий, честно. Вот о покойниках нельзя ничего говорить, но дурак был. Да, прожил 11 лет с мамой. Конечно, жалко его. По сути, он неплохой был человек, когда он не пил. А пил он каждый день, потому что другого не было. Утомил, да, Эктор? О! О!